Квейкай – острый глаз. Квейк марш с троевым походным шагом марш. Квейт про-кво – даёшь-надаёшь. Услуга в обмен на ответную услугу. Квейт – ясно, вполне. Квейт-фью – немало. Порядочное число – добрая половина. Квейт-лайклы – вполне вероятно. Квейт-офен – сплошь до рядом. Квейт-пробабл – вполне вероятно. Квейт-райт – совершенно верно. Квейт-соу – безусловно, несомненно, правильно, очень хорошо. Квейт-сопер – не в одном глазу, трезвый. Квейт-садденли – откуда ни возьмись. Квейт-зэ-чиз – как раз то, что надо, вполне пристойно. Квейт-зэ-контрей – как раз наоборот. Квейт-зэ-азэ-вэй – совсем наоборот. Квейт-зэ-потейто – как раз то, что надо. Порядочный человек. Квейт-зэ-ривэрс – как раз наоборот. Квейт-анэ-экспектедли – откуда ни возьмись. Квейт-вэл – хорошо. Квейт-з – будем квиты. Квейт-зэ-дэд – прекратите. Квейт-эн-тайм – время окончания дневной работы. Квейт-зэ-нэ-нэсэнс – оставьте ваши глупости. Квейт-вил – кто идет. Оклик-часового. Квейт-з-кид – вундеркент. Квота – действительно нечего сказать. А QWERTY – это раскладка клавиатуры англоязычная. А я хочу сказать, что вы выучите английский тогда, когда вы будете учиться в комфорте. То есть, если вы после работы, а работаете вы 8-10 часов, еще поедете на курсы, то вы дойдете до ручки. Куда удобнее учиться онлайн, по интернету. Как это выглядит? Мой ник в скайпе – SmartTitcher197. Вы добавляете меня в контакт и говорите – хочу учить английский. А я провожу с вами демо-урок. Если мое предложение вас заинтересует, то тогда мы проведем уже реальный урок. Фактически урок – это значит, что сперва я работаю, потом вы платите. Мои конкуренты – это позорные люди, которые не стоят доверия. Они говорят – заплати 10 занятий вперед. У вас есть голова на плечах. Зачем вам платить 10 занятий вперед? Может, вам перехочется учить английский после второго-третьего занятия. Такое тоже бывает. Зачем? Лучше платить по одному занятию – это надежно и береженого Бог бережет. Репетитор по скайпу – SmartTitcher197.